Привет, девочки. Всем привет. Очередная поездка. Вздохнула, потому что рано вставать. Ну, хотя сегодня я прям под речком. Через утра километром съезд, поверните направо, а затем держитесь левее. Давай я его потише сделаю, но, в общем-то, знаем, что делать. Далеко прямо ехать. Далеко прямо. Нам главное не пропустить поворот на сам садовод, потому что я из-за него включила. Ну, понятно. Самое главное, чтобы у тебя не взлетелся. А у меня же включено. Я взяла этот банк. Видишь, как-то не было такого дорога. Ремонтируют. Мы вырезали асфальт. Я вообще сегодня за 30 минут доехала. Если учесть, то я еще заехала сюда. Ну, я, как бы, у меня тоже показывала там сколько, 20 минут, как обычно. У меня что-нибудь, может, летом одним цветом. Ну, единственное, сегодня не остановит. Вот, не знаю, никого не остановило. Но он не стоит, я вижу. Я думаю, дай-ка я на него посмотрю, вас остановит или нет. Ну, это просто меня, конечно, на пути прям... Я знаю, что если я на них смотрю, даже если не прямо, а искос, они меня всегда останавливают. Что ты милая смотришь искос. Да, и просто я посмотрела, и он не мог устоять, и он меня остановил. Это я из Воронежа когда ехала. И, ну, на выезде. Ну, это вообще тоже вот так. Еду, не проснулась путем, но я же давно выезжала, стараюсь одна. Блин, тоже никого не остановит, меня остановили, блин. Главное, он даже в билете ходил, скажет, билеты не дали. Посмотрел или ничего? Ничего не посмотрел. Такой спрашивал, спросил, там, ну, представился там, добрый день, доброе утро, точнее. Говорит, как, спать-то не хочется? А мне Лёша сказал. А, то есть, аааа, возможно, кто вечером гулял или перегулял, да? Не, он говорит, просто, если ты бы сказал, хочу спать, они бы могли на стоянку заставить отдыхать. А, даже так, я думала, только отдохнуть в трубочку. Они же контролируют вот это вот. Безопасность, да? Да, да. Ну, то есть, ну, естественно, они и запах, ну, запах-то они, открываешь окно у машины, они же чувствуют. У меня вообще странный вопрос влезал. Первый раз мне такой, вот вы собственник? Просто так. Ну, сдаю ему все документы. Ну, и всё, и он посмотрел, и всё. Слушай, ну, у тебя машина-то, ладно, хоть похожа на мужскую, а у меня, я тоже не собственник. У меня совсем женский вариант. Ой, маленькая, красненькая, да. Так, сегодня у нас довольно-таки плотно. Видишь, мы поезжаем на, где буквально сколько, 10 минут позже, 20, да? Ну, тем не менее, пишет 36 минут всего-навсего. Ну, ты видишь, он как-то через центр нас ведёт, мы так не поедем, как он нам показывает. Ну, конечно. Мы не будем осложнять себе жизнь. А там дорожная обстановка меняется каждые 5 минут. На МКАДе? Или вообще? Нет, я говорю, вообще. А через центр тем более, там втюхаешься так, что мало не покажется. Ты представляешь, я только вчера лежала, вспоминала, что мне надо забрать, интересно, цела моя куртка джинсовая или не цела. Откуда? Я год назад МРТ же поехала делать на Волжскую. И, да, я забыла там. Ну, я им позвонила, как бы сказала, но я забыла, конечно, забрать. Ну, у них наверняка есть там место, где они складируют забытые вещи. Я думаю, Лёша говорит, забудь, ты чё. А там кто? Я говорю, а куда именно её делают, в принципе? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Я думаю, нет срока хранения. Это у меня с кроссовками было. Перед пандемией я сходила в спортзал. И я не знаю, что-то там, как будто такие насыщенные дни, тут носы закрыли. Я думаю, а где мои кроссовки? Где мои кроссовки? Прошло полгода. Вроде нас там. Не прошло и года. Да. И нас открыли. И тут я начала вспоминать, что они могут быть теоретически, но только в спортзале. Не знаю больше. Я им позвонила, да, они говорят, да, приходите. У нас тут есть. Это я знаю, что у них там есть. Забытые вещи, да. Потому что я забывала в бассейне, в этом, в антеле. Исландцы. Ну, они такие классные были вообще. На платформе. Ну, точнее, не вот на такой, на прямой платформе, а ну, типа, как на каблуке. Как сабло. Как сабло, да. Да. Вот. И они мне так нравились. Такие, ну, прикольные, вообще очень качественные. И они мне, конечно, искали там, но тоже сказали, что у нас есть вот эта штука, и они им их не нашли. А вы знаете, что могут их там и красить? Нет, это понятно, кто-то, кто-то увел, конечно. Да, конечно. И точно так же я там шапочку забывала на бассейне. Конечно, это 5 копеек. Ну, сланцы дорогие, мне реально жалко было. А шапку жалко было, потому что она один в один под купальник была в области, если там, в общем, подбираем. Так, вот так получилось в спортмастере. У меня купальник такой фиолетово-розово-белых каких-то. Ну, такое, что-то там, такое абстрактное. И один в один с шапочкой. И, что самое главное, я вообще терпеть не могу силиконовые шапки. А от них волосы просто глаза такая какая-то, блин. Ну, и неудобно, и ужасно сдавливает всё. А это из ткани здесь тонкой. Ну, один в один там покупали. Ну, уже не специальные делали комплекты. Да, ну, наверное, но покупала или одели, ну, как бы подбирала. И поэтому мне так жалко её было. Ну, сто двести рублей шапок. Ну, тоже не нашла. Хотя шапок там у хренового тучи. Ну, они все однотонные в основном. Ну, какие забывали. Ну, нечего. Потом себе купила и тоже так более-менее подобрала. Однотонные, но розовенькие. На велодбересе. Такое. Из ткани тоже. Дешевые шапки даже дешевле бывают, чем силиконовые. Потому что, да. Ну, они реально намного удобнее. Ну, я не знаю. На мой взгляд, получше качество материала. Чем я. Конечно, ага, вкусный цвет. Ну, да. Не, дело-то в том, что просто удобно очень. В голове. Не стала я хвостик собирать сегодня. Потому что, конечно, у меня, ну, малыши, воноси, в смысле, короткие. И так натягивает голова, потому что от натяжения. У меня тоже иногда голова поваливает. Ну, ты-то нормально, адекватно натягиваешь. У тебя чего? Грибы. Ну, а когда как. Дожди пошел. Ну, да. У-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у. Ух, да. А я даже зонтик не брал. Я не брала. Я с тобой с вами сегодня на, на линиях. На линиях? Да. Да, вот. На линиях. Ну, они же тоже крытые линии. Да. Там очень круто, я нечем, конечно. Я просто слушала про то, что погода дождя вообще не обещали. Не, не ждали, да. Да, я прошу. Прошу. Мне вчера вышли еще цветы пополола. Это после какого ты спать легла? Что? Или днем, да? Я как спать легла, я их тоже пополола. Задолбалась. Потемяшилось мне в голову, что в принципе мне... Я же с этими поездками и со всем на свете опять не купила грядки. Земли не завезла. А вчера с соседки с теми пообщались. Что-то тоже я там руками помахала, распланировала. Думаю, блин. Ну, по большому счету тут цветы. Да сейчас можно там и летом. С большим комом. Взять и пересадить. Ничего страшного будет. Да я думаю, и эту. Клубнику тоже. Тоже ничего страшного. Поэтому я опять с грядками после того, как спать легла. Полно очень много. В коматозе. Ну, наверное, я сделаю. Во всяком случае одно под цветы точно. Возьму, сделаю и посажу. Ты хочешь полбачки? Грядки. Да, они красивые. Видишь какие-то? Ну, я имею в виду вот это вот. Облицовка красивая. Ну, бывает там многоярусные они еще какие-то. Да. Ну, я многоярусную. Ну, по цветы в принципе можно многоярусную. Но на самом деле не очень удобно ее занюхать, мне кажется. Хотя, какого размера. Если большую воду, то ее не дотянешься туда. Вот это вот двух ушки, мне кажется. Ну, не хочу. Бывают они низкие. Я смотрела, сколько-то. Я высоко. У меня там место такое. Как бы мне удобнее обычную прямую. И я вот, ну, как бы, вдоль дороги, что ли. Ну, не вдоль дороги, а дом, ну, параллельно, точнее. Не вдоль, а параллельно дороги. Вот посажу. У меня там и хосты, и девчонки из хорома. Но отдавали кучу всяких цветов. И я прямо сейчас посмотрела, как порадовалась. Такое было. Огородная чисто не похожа совсем на мое. Три раза сажала рассаду. Три раза выкидывала ее. Нет, сейчас еще рассада такая непонятная. Вернее семена. Не по этому. Первый раз там, ну, даже то, что взошло. Там соседка отдала. Три раза уезжала. Ну, я уехала, а она вся накрылась. Приехала, посадила, по-моему. Опять уехала. Опять посадила. Опала в больницу. А как урожай потом собирать? Точно так же? Нет, урожай-то проще. И смотря к что? Ну, я что, кабачки. Вот ты, она выросла. Уже бывают вот такие гиганты, не успеешь их собрать. Они уже прекрасны. Ну, это да. И тыкну посадила. В носок, водосок. Оно все такое непонятное. Если кого-то мне будет, я не знаю, сажала. Я помню, что-то в ней не входит образный садан. Какая-то там сладкая. Там, ты знаешь, даже написано. Я вот смотрела. И мне в этом моблеруа, я покупала семинар. Даже видео про меня было записано сцене. И совсем на сайте. И там есть вот такие вот пластиковые, ну, вставляются, как таблички. И на них маркером пишешь название. Это мне женщина какая-то там продает, ну, консультант зачищает. Писать название, чтобы заполнить. Понимаешь, какой сорт вообще брать его или не брать. Понравился или не понравился. Это, кстати, очень удобная штука. Ну, да, да. Потому что вот так вот. Причем тыку-то я покупала. Я долго добирала. Я делала эти семена. Потому что я не помню, она пошла. Ну, у меня вот три сорта. Хотя я, ну, буквально там по нескольку семян, я себе воткнула там на рассаду. Ну, то, что у нас без рассады. Я в прошлом году посадила. Она у меня, ну, как, пол лета только сходила на улицу. А сейчас уже вот такие вот. Ну, я имею ввиду росточки. Ну, хорошо. Да. У меня вообще так забавно. Огородник. Ну, иногда хочется на самом деле. Ну, да. Конечно, все. Сейчас она и воск разбежает. Ну, да. И по этому. Сегодня. Что будем? Нам надо не забыть про эти. Я вчера начала выводить и что-то на самом деле хорошие вот эти вот петельки, которые там по две, по три подключаются. Только я так не поняла, к телефону они подключаются или нет, но такие дистанционные. Наверное, подключаются. По 13, по 12 тысяч. Да? Ну, их несколько штук сразу. А вот 2 900. 2 900. 2 900 на Азоне. А, которые по 13 на Азоне 2 900? Нет. А, их несколько штук. А вообще вот 2 900 без, без, без пробок. Недешевая. Недешевая. То есть ничего бюджета. Ну, я во всяком случае не нашла. Ну, я же вынуждена была выключить телефон. Потому что Лёш периодически загранили, контролировал. Скоро я их не сплю. Если бы он увидел, что я не сплю, он бы меня впустил. Ехать сказал бы, успею. Такой заход, когда-то как... Типа, я сплю. И отворилось. Типа. Типа. Слушай, в этом, конечно, чувствуешь себя лучше. Там много, даже если ты не совсем выспался. Да. Типа. 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 Ладно, девочки, будем зевать дальше, запишем, оставайтесь с нами, запишем сегодняшний поход по садоводу, кстати, я сегодня очки хочу купить, ты не хочешь? Красные, красные. Я вначале хотела купить наряд, наряды, обо них уже очки, но можно их купить, есть, у тебя очень много. Ну, я очки под лицо подбираю, как бы под лицо и плюс под цвет. Белые, да, белые я купила. В общем, сегодня очки, наверное, купим, может быть, что-нибудь еще, походим вообще, в принципе, какие-то интересные точки записи, может быть, купальники, да, с Валентией, да. Вот, так что ссылка на сегодняшний шопинг наш, на шопинг-блог будет закреплена в комментариях. Всем хорошего дня, пока-пока. Пока-пока.